всем привет только что у меня остановила что мирская полиция на посту звягель за нарушение право дорожного движения а именно я не включил ближний свет фар дневное время за данное правонарушение предусмотрено предупреждение не было интересно что полицейские ли будут не выписывать штраф в размере 425 или предупреждение ну полицейские новые это с апрельской присяги какой-то воли адекватный еще конечно так плавает теряется адекватные самое главное то что он знает по сравнению со старыми полицейским что за свет днем смотрено предупреждение они штраф 425 как-то так смотрим видео и добрый день вам что 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 еще раз рядовая полиция гурские причина вашего а звезды Житомир или Житомирская область? Житомирская область. В общем, на вашей зупинке вы рухаетесь по за населенным пунктам без подчинения седла. Не включается? Да-да, забыл. Войсковский кафе забыл. Да, вы знаете, посвященную воде, сведоство про реестрацию транспортного засоба и полис воинского страхования. Целевную проводово-поведальность у властников иноземных транспортных засобов. А навещо? Я не знаю, что вы будете видеть, если вы будете выявить правопрошение, вы будете дать документы, и будете выявить права. Будет права разгадаться? Конечно, это права за вашим чином, я буду выявить правопрошение. Я понимаю. Блин, как будете выявить? А что там, штраф есть? Видите, за данное правопрошение не имеет штрафа. А, нет штрафа? Санкции статисты, которая идет в попережье. Ну да, 125. Да-да-да. А какие карты документы вам предъявить? А? Еще раз. Документы, какие предъявить? Освищение водея от поведенной категории. Да. Доступы на транспортные средства? Да. Полис обоязкового страхования? А у меня нет полис обоязкового страхования. Чего? Чего? А как вы двигаетесь в полис обоязкового страхования? Как я двигаюсь? Так. Ну вот так рулюю и подалее нажимаю. Я вас задумал, но вы обязаны мать при собе полис обоязкового страхования? Да. Действительно прописано, что я обязан мать при собе полис обоязкового страхования? Да. А что там еще сказано? Або там есть? Або полис? Або? А я же не могу сказать, что у вас все нормально попросили надати документы. Нет, так я же не спорю. Дивите, там не сказано. Або что там? Дивите, но я же не буду звать. Ви видите какие у меня номера? Бачу, бачу. Ну, какие у меня номера? Польская регистрация. Европейская номера. У меня может быть полис обоязкового страхования? Нет. У меня может быть зелена карта. Это по-перше. Да, это может быть зелен. Так, это правильно. Все, это мы выяснили. Зелена карта у меня есть. Далее что я хочу поведомить? Ну, я вам не могу предъявить, потому что это будет незаконно. Почему? Потому что, согласно закону, обоязкового страхования, полис предъявляется в двух случаях. Даже в трех. У вас два случая, только вас касаются. Первый случай – это при ДТП, а второй – это при протоколе. Я так понял, что ДТП у нас, слава Богу, нет, правильно? Конечно. А протокол вы тоже не будете. А в законе про дорожний рух сказано, что страховый полис, а также зелена карта предъявляется в законах, предъявленных случаях. В законе, вот, бачите. А, смотрите, а вы закон не имеете права трактувати. Вы таки, согласно с 19 статей Конституции, можете действовать в рамках и в межах чинового законодательства. Я с вами на 100% согласен. Все, я понял. Теперь будет разрез правы. Да. Давайте, когда будет разрез правы, где будет разрез правы. Сейчас на этом месте я проводлю разрез правы. Нет, нет такого места. Час и место. Нет такого места. Могу быть адреса. Не может быть на этом месте. Я вот понимаю. Пожалуйста, давайте мы с вами спокойно решим эту ситуацию. Мы с вами любим спокойно решим эту ситуацию. Мы же не будем, ну, правильно? Ну, конечно, давайте по-нормальному. Да мы же по-нормальному. Я же нормально с вами спалюся. Ну, смотрите, вы просто працюете або с декабря, або с апреля. Да. Просто я бачу, что вы еще, ну, некомпетентны. Ну, трошки, ну, как-то плаваете. Ну, ничего, вы научитесь. То будет разрез правы. Ну, сейчас разрез правы. Все. Тут, да. Скажем так. Тут адресы нема. На месте скоянное правопорушение. Правильно? Да. На месте скоянное правопорушение. Добрый вам день. Добрый вам день. Ворожная полиция Житомирская область. Легенерная полиция Житомирская область. Да. Что у вас тут трошки? Нет. Ворожная справа сейчас будет у нас. На месте скоянное правопорушение. Все. Смотрите, вот регистрационный документ на транспортный засед. Там есть страховка. Не, я вам такого подержу. Подержите, посмотрите. Есть, да? Да. Егейское посвящение предъявляю. Будь ласка. Наше? А наше? Тут же написано. Тут же написано. Ну я вас розумил. Да вот же написано. Девятий пункт. Девятий пункт написано. Девятий пункт написано, категория. Есть? Есть. Девятий пункт написано. Нужно переводить? Да. Ну, потому что, навсегда делать лишние действия, которые не нужны. Далее. Ну, вы уже розвитие справа начали, правильно? Ну, вам уже, берется, не закинчить. А закинчиться справа, согласно 284 статье КУПАПу, вынесением постановы. Вам берется, выписывать сейчас постанову. Попереджение тогда. Попереджение тогда. Будет все. Далее что будет проходить? Я, вот видите, я клопотания вам не подаю. Я даю пояснение. Да, я выехал только что, забыл учить святку. Ну, вот с кафе и пил каву и забыл учить святку. Ну все, принимайте решение тогда. А вы забыли, кстати, вы еще забыли меня с статьями узнайомить? Их нужно не узнайомить, а разъяснить. Лися, вы еще просто не узнайомите с вашими правами, с теми, с статьей Конституции Украины. Ну, это я знаю. Это я просто вам не буду. Это я знаю, да. Это я вам знаю. Давайте будем немножко упрощенно. Далее что? Все постанову будете выносить? Да, что вынесли. Ну, попереджение. Попереджение. Ну, так, так, треба же выносить попереджение. Мы знаем. Все, я чекаю. Все, я чекаю. Я чекаю. Чи вам вынесли попереджение, или нет? Нет, так, смотрите. Сейчас вот, я сейчас поеду, да, а мне через три дня прийдет письмо от Гуманюка, скажет, что вот я вас выкликаю на розгляд справи снова. Справа сейчас начинает, она может быть закрыта. Есть. Так я хотел бы, чтобы мы просто закрили эту справу. Будем проводить розгляд справи? Да уже провели, уже закинчили. Уже закинчили розгляд справи? Нет, я не знаю. Заяв, хлопотань, ничего? Нет, нет. Ну, я, да, и скажу, что я вот эту статью забыл. Забыл? Да, включить святую. Не поверю. Не поверите? А, ну, я. Так, чисто собеседжение. Я зрозумев. Тоді вы меня устно попереджаете, да? Згідно у вас в другую статью. Я знаю, на что вы сейчас будете заказать. Чи маю выносить постанову про закрытые проведения? Мы же это знаем. Вы постановите выносить или нет? Винесено электронную постановку. Ну да, там все попереджение. Вы желаете на месте ждать? Чи придете с нами на пост? А вы не хотите, чтобы я пройду на пост? Чи, может, они не хотят? Я то могу прийти? Я не понимаю. Я не понимаю. Чего просто так? Наоборот, я бачу, что человек новенький. Ничего, вы его подучите. Будет вот это вот. Может, что-то я подучу. Может, что-то вы подучите. Может, что-то вы подучите. И будете, ну... Знаете. Просто, понимаете? Друзья, сегодня у нас 26 число, да? Да, уже конец. Да, конец 26. А вот через 7 дней что-то что-то изменится на дороге. Это время. Я думаю, ничего не изменится. Честно? Мое субъективное ставление, чтобы светло было, чтобы люди ездили весь час. Честно сказать? Мое такое же самое. Будет видно кращие автомобили. Все. Добрый. А когда у вас синяя машина и вас хоть как-то видно? А когда едет белая или асфальт? То у меня не видно. Такая здоровая, какая-то хорошая. Добрый. Всего вам не лучшего. Я извиняюсь, что порушил. До свидания. Счастливо. Все. До свидания.